Ой, блядь, Кока-Колу перестанут продавать, пиздец. Как я буду жить, блядь, без Кока-Колы, сука? Давайте, ребят, сегодня поговорим не про футбол, не про спорт, не про ставки, а то, что нас окружает. Не-не, не так. Тот пиздец, который нас окружает. Макдональдс сказал, что закрывает все рестораны в России, все пиздец. И сразу же у наших оппозиционеров началась истерика, блядь, 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 бордер, сука. Ну, закрывает, закрывает, ну и хостя, пиздует, нахуй. Блядь, Кока-Колу мою не будет перепродавать, парни. Кока-Колу мою продавать не будет, я люблю Кока-Колу, ну и что я думаю об этом по поводу этого? Да похуй. Блядь, я не понимаю, что я должен сделать? Я люблю Кока-Колу, вы все знаете, что я, после того, как они перестали продавать ее в России, я что, должен выходить на митинги или что? Я не понимаю. Ну, не будет продавать, ну, хули сделаешь? Ой, это пиздец. Может, еще буки запретят, делают ставки нам. Ой, блядь, сейчас, вообще, в России сейчас время идиотов, идиотов и сумасшедших, истеричек всяких. Ой, блядь, что будет? Что будет? Ой, ой. Что будет, то и будет. Что будет, то и будет. Будет доллар по 20 тысяч рублей. Да и хуй с ним. Короче, парни, я сильно не переживаю, у меня нету наличных денег, у меня, словно, все деньги в акциях, я ГМК купил, две машины продал. Вот. Игра, я у бука, сейчас там подрабатываю, такси, многие знают об этом, да, чтобы какие-то денежки еще заработать. У меня сейчас ситуация очень хуевая, мягко говоря, как и у многих в России, да, так что я наедине с народом такой, как и вы. Вот, но я сильно не переживаю и вообще не паясь по поводу того, что там какая-то компания ушла с российского рынка. Слушайте, ребята, у нас рынок российский, это не Камбоджа, не там, не остров Мадагаскад, да, или остров Мальдив. У нас огромная территория, с огромным рынком, в том числе, рынком. Да, да, рынком, 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 да, именно рынком. У нас платежеспособная аудитория, которая готова покупать некоторые там виды товара, допустим, телевизоры, машины, там, 3-е, 5-е, 20-е. Ходить в рестораны, это хороший рынок. Если вы ушли с этого рынка, ну и удачи. Вот, поэтому сильно переживать по поводу этого не надо. Для меня главная истина и главный посыл это, каждая смерть порождает новую жизнь. Ушли, Макдак придет новый. Я считаю, что Макдак это хуевая пища для организма. Да, это многие скажут, да. Иногда я кушаю в этом, в теремке, там не намного дороже. Но там пища просто охуенная. Она вкусная, она очень здоровая, вообще 100%, там никакой примеси нет. Я вообще не понимаю, ну ушли вы и ушли, ну и что. Ну не стали продавать по Кувакулу, ну и что. Вот, и по поводу еще вкладов. Вот там сегодня, сегодняшняя дня, запрещено в течение полугода покупать наличные доллары. Ну на хуй вы покупаете? На хуй я не могу. Я вообще не понимаю. Покупаете золото. Я все свои деньги, да, храню в биткоине. Уже на протяжении, не знаю, пяти лет. То есть я изначально понял все, что все банковские системы, они все прогнили. Не важно, там американская, немецкая, российская. Если банк может заморозить твои средства, да, мои средства. Для меня не существует этой системы. Поэтому я ушел в биткоину. Мне насрать вообще, какая там. Запретили вы биткоин, не запретили. Я один хуй его обновлющу. Или всегда. Никакие проблемы с этим нет. Вот, я ушел в биткоину. Если кто-то хочет там инвестировать свои деньги, да. Инвестируйте их. В золото. Покупайте золотые слитки. Это самое лучшее. Зачем покупать сейчас эти ебучие фантики, доллары не делают. Не верьте этим, блядь, дебилам, блядь, если истерикам. Блядь, где у тебя это личный доллар? Да, блядь, нахуй они вам нужны, блядь, дебилы, блядь. Покупайте золото. Вам сейчас без НДС государство дает возможность покупать золото, блядь. Покупайте золото, блядь. Ебланы, блядь, тупые, блядь. Ебланы, блядь. Покупайте золото, золотые слитки, и все, нахуй. Чего вы голову ебете сами себе? Золотое золото, оно номинируется на бирже по курсу доллара, блядь. По сути, это лучше, чем доллар. Если, блядь, доллар по отношению к рублю будет расти, соответственно, и золото ваше будет расти. Более того, золото растет и по отношению к курсу доллара, блядь. Вам, блядь, специально государство, блядь, вас долбоебом, блядь, долбоебом, блядь. Ваши ебало тупые, блядь, засунули в унитаз, сказали, блядь, не покупайте эти сраные бумажки доллара и евро. Покупайте нормальный товар, который во все времена существования человечества всегда дорожал и был ценен. Во все времена, в средние века, еще до Христа это все было, всегда ценилось золото. Вам специально НДС отменили, дали паспорт, покупайте золото. Вот, поэтому, у кого есть денег, покупайте золото. Ну, вообще бы я, конечно, честно, я бы национализировал все вклады свыше 50 тысяч долларов. Я считаю, что все, кто имеет вклады более 50 тысяч долларов, они все добыты нечестным путем. Не надо говорить, что, ну, блядь, это незаконно, да, блядь, не пиздите, нахуй. Все это, блядь, вы все эти деньги спиздили, блядь. Нельзя в России заработать сумму более 50 тысяч долларов, честным путем. Ни один человек не заработает. Все это пиздеж. Вот, поэтому вот такие времена, такие дела, вот такие пиздецы. Ну, что я могу сказать, парни? Я сильно не парюсь, сижу на жопе, смотрю футбол, который пока еще есть, делаю вставочки. И голову себе не ебу. Слитки золотые я не покупаю. Все мои денежки там в акциях и в биткоинах. Вот, и смотрю на дебилов, на дебилов, которые сейчас орут. Ой, блядь, ой, блядь, ой, мама, это все, да, пиздец, да, пиздец, блядь. Сыка, думаешь, блядь, психи отрибленные. Психи. Да. Вот такие дела, так что, парни, все будет заебись. Не парьтесь. И вообще, я думаю, это все, вся эта история, это история, кто кого перебурет. Потому что, я думаю, через 2-3 месяца все по всем договорятся и все будет хорошо. И никаких долларов за 150 рублей не будет. Так что, не парьтесь, не покупайте доллары, не мечитесь в магазинах, там, покупки гречки и тому подобное. Все, скоро, очень скоро нормализуется. Ну и по поводу ухода Макдака и Кока-Колы еще раз. Вообще, пиздуйте, нахуй, не возвращайтесь сюда. Ушли, нахуй, все, съебитесь, нахуй отсюда, блядь. Главное, не возвращайтесь. А то, блядь, через 2 месяца скажут, ой, блядь. Мы вот, блядь, подумали, 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 решили, блядь. Блядь, вот вы видите, они вернутся через 2 месяца, если не раньше, блядь, или не через неделю, блядь. Все эти Макдаки, вообще, представляете, Макдак имеет 85 ресторанов, блядь, это аж 85 купленных земель. Да, они землю покупают. Представляете, как это продавается? Сворачивает бизнес, блядь. Даже пиздец. Поэтому, я думаю, все это, блядь, блеф. Никто никуда уходить не будет, просто, блядь. Как говорится, кто кого переборит, блядь. Ну, а вы не поддавайтесь истерике, не покупайте там эти сраные доллары, блядь. Они сейчас такие же бумажки, как и рубли, по сути. Просто повышаются на истерика. Если хотите нормальную валюту, покупайте или биткоин результ. То есть, больше сейчас ничего надежнее нет. Так что, вот такие дела. Всем пока.